101 пиар 101 пиар в эфире с вами в студии сегодня Дарья Тангел и моя гостья Наталья Небова. Здравствуйте, Наталья. Добрый день. Очень приятно ощутить себя в недрах такого доброго, хорошего, знакомого и гостеприимного места. Тем более, что мы достаточно часто общаемся в силу профессиональной деятельности, а сегодня у нас такой разговор, видимо, по душам, но тоже в силу профессиональной деятельности. Это здорово. Да. Представлю Наталью, кто не знает, Наталья в маркетинге недвижимости с 2011 года, советник по коммуникациям Вятской торгово-промышленной палаты, а также профессиональный спикер и преподаватель Вятского государственного университета. Сегодня мы с Натальей обсудим маркетинг недвижимости. Огромное количество компаний ежемесячно задаются вопросом, как продавать квартиры, загородную и коммерческую недвижимость. Сегодня, надеюсь, мы с тобой обсудим это все и поможем многим маркетологам во всем этом разобраться. В маркетинге недвижимости твоя покорная слуга с 2011 года. А если быть точной, то с апреля 2011 года я, в общем так, поддалась этому искушению. Это был достаточно сложный для меня продукт, но я считаю, что я в него вошла. Да, я полюбила этот продукт, как и этот продукт полюбил меня. Я слушала твои программы наших предыдущих спикеров, и с некоторыми из них я абсолютно согласна в том, что маркетолог – это, наверное, не просто профессия, это состояние души, а маркетолог в недвижимости – это, наверное, просто образ жизни. Потому что недвижимость для нас, для маркетологов, для людей, для специалистов по коммуникациям, для тех, кто связан с этой профессией – это, наверное, тема любого разговора, который всегда таким добрым, хорошим контентом возникает в любой компании. А давайте поговорим о квартире, а счастливы ли вы живете? И в итоге все сводится как раз к недвижимости, к покупке, к какой-то такой аналитике на бытовом уровне. Но это на самом деле происходит, и это здорово, да, где ты, во-первых, общаешься с потенциальными твоими потребителями твоего продукта, да, и сам им задаешь некий тренд для того, чтобы, да, ребят, надо расширять жилищные условия. Или наоборот, надо умно вложить свои деньги, допустим, вот уже недвижимость, и там в какие города и страны надо вкладывать. Это тоже очень интересная история. Исходя вот из того, что ты сейчас нам рассказала, кто сейчас покупает недвижимость? Ну, на самом деле, вот в продолжении, в выбранной теме темы компании, обсуждение темы недвижимости, квартиры покупают абсолютно все, в недвижимость инвестируют абсолютно все, от мала до велика. И, наверное, если мы будем говорить о целевой аудитории, то это вот все мы. И, возможно, можно говорить о ядре целевой аудитории, и для каждой компании, для каждого девелопера это ядро свое, потому что кто-то называет себя крупным строительным холдингом и строит жилье разного класса, кто-то в более узком сегменте, например, продает загородную недвижимость, или, наоборот, строит дома комфорт-класса, да, там, соответственно, где определенные локации, определенный уровень отделки, определенный уровень планировок. Поэтому, наверное, все покупают недвижимость от мала до велика, да, если мы говорим вот в горизонтали. Ну, а если мы уходим в вертикаль, то, наверное, и молодые люди, и мужчины, и женщины, и старшее поколение, и интерес к этой теме достаточно велик. И уже тут больше, наверное, речь идет о том, какую недвижимость они покупают, и как они принимают решение о том, что пора покупать. Как, когда это происходит? Ну, вот в перечне твоих вопросов, когда вы готовились к программе, я встретила еще один такой вопрос, на который мне бы хотелось ответить. «Есть ли разница в покупке недвижимости между мужчинами и женщинами?» Да, мне тоже это очень интересно. Я общаюсь, на самом деле, с огромным количеством своих коллег и очень много читаю по недвижимости. И однажды мне попалась на глаза такая фраза, я с ней абсолютно согласна, и поэтому я хочу тебе и нашим радиослушателям транслировать ее. Покупку квартиры, значит, покупают квартиры мужчины, но готовит эту покупку женщина, да? Это как то самое выражение, когда жена – это шея, голова – это, ну, муж – это голова, а жена – это шея. Вот, наверное, так и в недвижимости готовят эту покупку женщина, да? Она, конечно, как бы… Что такое покупка квартиры для мужчин? Это, в первую очередь, инвестиции, да? Это некие стратегии, да? А покупка квартиры для женщин, вот эта подготовка – это какие-то детали, это какие-то вот уточнения, которые также очень важны. Тут даже тот момент, что именно женщина обычно, ну, не обычно, наверное, а чаще всего, она больше времени проводит в доме, в квартире, да, если мы говорим о городской недвижимости, чем мужчина. То есть для мужчины это место, где он спит, по сути говоря, да? Да. А для женщины это вот, это ее дом, это ее уют, это там, где у нее растут дети. Ну, в силу последних таких не очень веселых событий, да, в нашем мире. Конечно, все мы время огромное проводим, мы проводили дома, и, наверное, эта привычка сейчас вот после нескольких месяцев сохранится, вот. Поэтому, конечно, хочется проводить время в комфорте, да, и в достаточном, подчеркиваю, в достаточном количестве квадратных метров. На самом деле сейчас квадратными метрами никого не удивишь, поэтому в наш обиход вошли такие понятия, как функциональная планировка, да, смарт-планировка, умная планировка квартиры. Вот, поэтому квадратных метров покупают столько, сколько достаточно тебе в соответствии с твоими потребностями, любыми финансовыми, потребностями в пространстве, в жизни, да, кому как комфортно. Если говорить вот об умных планировках, мне очень нравится сейчас, как делают планировки, то есть делают маленькие спальни, где человек только спит, и большое общее пространство, то есть это такая гостиная, совмещенная с кухней, то есть женщина приходит домой, но обычно женщины готовят, я думаю, что меня за сексизм сейчас никто не притянет, потому что я сама женщина, то есть женщина приходит домой, она готовит, тут же у неё играют дети, тут же у неё сидит муж, футбол смотрит, то есть такая семейная идиллия у АЧГа. Абсолютно, абсолютно. Насколько влияет на принятие решений о покупке недвижимости изменения в численном составе семьи? Мне кажется, это какое-то прямое влияние, то есть у нас, предположим, молодая семья, им было достаточно, грубо говоря, квартиры, студии, может быть, однушки с отдельной кухней, у них рождается ребёнок, уже немножко становится некомфортно. Вот от момента осознания того, что им нужно пространство больше до момента покупки, сколько примерно времени проходит? Замеряется ли это как-то? Ну, у меня есть опыт работы в крупных достаточно компаниях, где мы напрямую прослеживали некую преемственность поколений, когда молодая семья начинает со студии, да, потому что это действительно удобно, комфортно, можно попробовать пожить, понять, что не нравится вдвоём, может быть, не нравится именно в этом районе, и быстро всё это поменять, да. И поэтому на моей памяти есть такие семьи, и не одна семья, которые начинали вдвоём без детей, потом у них появлялся первый малыш, потом со временем второй малыш, и они меняли, конечно же, и квадратуру квартиры, и планировку, и класс дома, и даже микрорайон. То есть я правильно понимаю, что в компаниях строительных, у застройщиков есть даже повторные покупки? Однозначно, эти повторные покупки есть, и с такими покупателями, или как это ещё называется, ретаргетинг, да, с этими покупателями надо работать, да. Понятно, что эта повторная покупка может осуществляться не каждый год, как, например, мы покупаем какие-то там бытовые мелочи, да, но такие покупки есть, и смотря что ещё считать повторной покупкой, может быть повторная покупка, да, для расширения, а может быть повторная покупка от имени этой же семьи, допустим, родители переезжают в микрорайон, или, например, переезжают из области в город, перебираются ближе к детям. То есть это я тоже расцениваю как повторная покупка, потому что она идёт, в общем, как бы вот, да, и я знаю, что у многих компаний даже есть специальная программа лояльности, если вы покупаете вторую квартиру, третью, то её можно купить, ну, с такой достаточно значительной, хорошей скидкой. Да, хотя я не люблю очень это слово, и опять-таки соглашусь с предыдущим твоим гостем о том, что вот маркетинг – это не скидки. Согласна. Это уникальные торговые предложения, да, направленные на то, чтобы увеличить прибыль компании, и вот за это мы, маркетологи, живём, бьёмся, думаем, то есть думаем, работаем, получается 20, не знаю сколько там, 5-6 часов в сутки. Хорошо, если не скидки. Я согласна абсолютно, что скидки, они портят всё. То есть если компания постоянно делает скидки, то потом у них за нормальную стоимость уже никто не будет покупать. Конечно, все будут ждать просто скидок постоянно. Да, и самое такое не очень хорошее, что все же мы находимся в едином информационном поле, и у каждого застройщика есть доля своего рынка, вот, и получается, что если одна делает компания скидки, то неминуемо получается такой вот демпинг, который как бы шлейфом, получается, покрывает и другие компании. То есть вот мы скидки даём, да, то есть получается, одни скидки дают, вторые вроде бы как бы держат за счёт своего бренда сильного цены, за счёт сервиса, за счёт суперинфраструктуры, которую они выстраивают в своих микрорайонах, да. Но получается, если здесь скидки, получается, мы сами не продаём за оптимальную, нужную цену, и другим, получается, не даём. На самом деле это печально, это не очень хорошо, поэтому здесь вот как бы есть такие небольшие перекосы. Но, тем не менее, тем не менее, что касается маркетинга в недвижимости и вот уникальных торговых предложений, то я думаю, что здесь, прежде всего, выезжать даже в непростое экономическое время следует, это может, там, может, о каких-то трендах говорим, да, следует, на мой взгляд, не за счёт скидок, а за счёт механизмов покупки, каковых сейчас огромное количество, огромное множество, и эти механизмы покупки жилья, улучшения жилья и условий может предлагать как сам застройщик за счёт своих собственных программ, так и наши хорошие, надёжные инструменты в лице банков-партнёров. Вот, поэтому мы, нашему покупателю, потенциальному потребителю должны показывать, прежде всего, выгоды от этой покупки. И выгоды, может быть, которые не только в денежном выражении, да, измеряются, да, но и в неком интеллектуальном выражении, да, то есть ещё на заре, так скажем, такого продвижения недвижимости, когда я только входила, мы всегда подчёркивали и говорили о том, что нашему покупателю важно не количество квадратных метров купить за определённую цену, а кусочек той заветной инфраструктуры, которую он будет видеть из своего окна, чем он может пользоваться, да, чем будут пользоваться и радоваться его родные и близкие. Да. Вот хотелось бы немножко эту тему развернуть подробнее, да, и поговорить о том, что всё-таки покупатель покупает, да, то есть есть такое понятие, как бренд застройщика, да, то есть мы понимаем, что новой строительной компании тяжело бодаться с мастодонтами, которые десятилетиями строят эти дома, да, и микрорайоны крупные, но при этом мы видим то, что приходят новички, и они... И достаточно успешно. Очень быстро отъедают такой колоссальный кусок, да, что эти мастодонты, они просто сидят и думают, как это произошло. Ну, вынуждены догонять убегающих вперёд новичков. Да, и вопрос, и вот из этого рождается вопрос, так что же потребитель хочет? Я согласна с тобой, что он покупает в том числе инфраструктуру, но люди же бывают разные, то есть есть люди, которые приезжают, например, из малых городов, да, либо из деревень, да, если уж так называть вещи своими именами. Им, в принципе, достаточно просто бетонную коробку для того, чтобы в городе как-то обосноваться. Я, Дарья, с тобой не соглашусь, потому что в настоящее время вообще интерес к недвижимости с точки зрения покупательской способности, возможности, он очень избирателен. Покупатель сейчас очень избирателен. Ну, не будем скрывать, что на нашем рынке, как на рынке первичной недвижимости, так и вторичной недвижимости наш город очень растёт, развивается, строится, это здорово. Вот, и, конечно, огромное количество, то есть у нас на сегодняшний день предложение превышает спрос. Это заметно, да. Естественно, и поэтому наш покупатель, он, с одной стороны, как бы вот избалован. Если несколько там лет назад, да, там, ну, давайте вот, ну, когда вот я ещё начинала в 2011 году, действительно была важна цена квадратного метра, было, ну, было важно, ну, качество строительства, естественно, и быстрота строительства, да, потому что мы вкладываемся, и мы хотим там уже через год отбить там эти вложения, да, если мы говорим об инвестициях вот на тот период, то сейчас на самом деле, так скажем, покупатели уже набрались, и сейчас квартира у нас покупает те, кто действительно, кому эта квартира нужна, чтобы улучшить свои жилищные условия, да, или если вложить умную инвестицию, то сделать это действительно выгодно, чтобы это потом было удобно, комфортно продать, а не говорить, ну, возьмите меня уже, в конце концов, уже лишь бы только деньги свои отбить, вот, поэтому покупатели стали очень избирательны, и здесь главным образом на покупателя влияет всё. Конечно же, естественно, бренд самого застройщика, он будет интересоваться, да, как и что. Второе, конечно же, сейчас многие девелоперы, многие застройщики задумались о сервисе предоставляемых услуг, да, дальше, упаковка самого продукта, да, мы сегодня поговорим о нейминге, да, вот, упаковка самого продукта. Далее, ну, конечно, там место, локация самого объекта, она тоже имеет значение, кроме того, мы можем говорить ещё также, ну, естественно, и о цене квадратного метра, но это уже уходит на вторичный план. А первое, выходит бренд, да, то есть сильный бренд, второе, ну, то есть сильный бренд, бренд, который в тренде, которого модно покупать, модно, я купила вот у этого застройщика, это сейчас модно. И все сразу понимают, что ты там купил, да. Ну, как бы да, да, действительно, это так и есть. Далее, сервис, который предоставляют, да, правильный маркетинг, и, наверное, что тут у нас ещё получается? Ну, и, наверное, как раз, да, вот это вот благоустройство, ту инфраструктуру, да, я инфраструктуру имею в виду не в общественных помещениях, которые там, вот, конечно, да, а именно ту инфраструктуру, которая является собой благоустроенную территорию, хороший двор, видовые характеристики. Городские блага, которые находятся в пешей доступности, например. Естественно, да. Если говорить как раз-таки о нейминге, да, то есть о чём ты заикнулась, у каждого дома, вот в последнее время я стала обращать внимание, ну, это уже несколько лет продолжается, есть конкретное название, то есть придумываю там жилищный комплекс такой-то, дом такой-то. Насколько это влияет на продажи? Ну, собственно говоря, это и, это всё и придумано для того, чтобы влиять на продажи, да. Вот как свои ЖК ты назовёшь, так они и продадутся. И на самом деле, как ты лодку назовёшь, так она и поплывёт, как корабль назовёшь, так он и поплывёт. И да, конечно, если мы говорим про наш регион, то это, может быть, последние вот там три года так стало ярко выражаться, да, и даже те, кто никак не называл свои дома, там, строя даже целыми микрорайонами, стали называть свои жилые комплексы вдруг как-то, да. Вот, а вообще такой тренд существует уже давно, и в мегаполисах, собственно говоря, ни для кого не секрет, что многие застройщики уже, собственно говоря, предусматривают там, допустим, конфигурацию проекта, ну, уже проект под определённый нейминг затачивают, и они как там спускают нам в маркетинг, там, в продажи сверху с проектного там управления какой-то проект, а вы уже вот придумаете, как это всё может называться, и что это может из себя представлять. Так вот, нейминг, иными словами, это правильный язык коммуникаций, мы коммуницируем, да, вот, и, конечно же, если мы назовём этот объект, так скажем, правильно, эффектно, то, конечно же, человеку там, ну, не просто захочется там жить в доме там на улице там Сидорова, да, а скажем, ну, там, я буду прекрасно жить там, не знаю, в квартале одуванчиков, не знаю, там, в жилом квартале там, я не знаю, там, ягодный букет, да, но это же, вот, видишь, даже у тебя это вызывают улыбки, хотя это вот то, что приходит на ум первым делом. Ну, вообще, для нас, для маркетологов, вообще неймингом объектов занимаются целые компании, да, там, мега креативные мозги сидят, это всё придумывают, но там, где работала и трудилась я, всё решается гораздо проще, я считаю, что здорово, что решается, здорово, что нас услышало в своё время руководство, и мы стали придумывать эти названия, вот, на самом деле, это очень творческий процесс, который завораживает не только отдел маркетинга в компании, не только отдел продаж, потому что их тоже подключаешь, это же ребята, которые на передовой, естественно, но сюда подключается порой весь коллектив компаний, и это объединяет, это, знаете, прям целая такая, прям, некий такой корпоративный инструмент для объединения, потому что все этим живут, да, а в недвижимости мы же понимаем, здесь не только сам по себе маркетинг, это же плод, это же обязательно юридическая составляющая, там, продажи, то есть технические специалисты, которые обслуживают этот объект, там, вплоть до управляющей компании, все желают принять участие вот в обсуждении этого, и это идет такой глобальный мозговой штурм, а потом это все выносится на обсуждение уже с высоким стоп-менеджментом, с высоким руководством, вот, и тоже идут какие-то дебаты, и это здорово, когда ты доказываешь точку зрения не свою личную, да, здорово, когда твоя точка зрения совпадает с коллективом, да, и тебе легче ее аргументировать и обосновать, потому что это плод такого коллективного труда, и здорово, что это слышат, и здорово, что это вот, а потом ты это все визуализируешь с дизайнером, с которым ты тоже здорово, когда ты коммуницируешь на одном языке, и когда ты это все являешь, вот эту всю ожившую картинку, это на самом деле, ну вот, я говорю, я об этом рассказываю, я сама этим зарегаюсь, потому что это очень интересный и творческий процесс, вот, и далее, когда у тебя уже, твой объект имеет нейминг, от него мы уже, так скажем, рисуем, возьму в кавычку, всю остальную стратегию, как мы его будем продвигать, как мы его будем упаковывать, как мы этот объект будем оформлять, да, что он будет из себя представлять, и как мы будем подавать его нашим, да, вот, ну, скажем, один из последних объектов, который вот, ну, в нейминге которого я участвовала, ну, достаточно интересный объект, и потом, когда мы это все вынесли, ну, люди очень достаточно интересно на это реагировали, и не только наши потребители, но и наши коллеги из других компаний звонили мне и спрашивали, а что это вы вдруг решили, ну, так, жилой интересный комплекс назвать, а вот решили. И особенно сейчас многие застройщики, в том числе и застройщики других регионов, идут по пути названия объектов в стиле общечеловеческих ценностей. Это настолько близко, это настолько просто, это настолько ясно, что покупатель порой вот не задумывается, почему он именно в этом доме, да, покупает свою там счастливую квартиру, например, да. Это даже удобно для покупателя, да, когда он купил там квартиру, и его спрашивают, а где ты купил? Он говорит, я купил вот там-то. И все сразу понимают, где это находится. Почему? Потому что этот дом рекламируется. И, соответственно, все люди, даже те, кто не купил, они понимают, о каком уровне ценностей мы говорим, да. Говорит его друг, сказавший, что я купил там, ну, я назову имя, вот, например. На первый план выходит, получается, название жилого комплекса, а уже, как бы, знаете, как там, ну, там, Пушкин, там, да, там, стихотворение, а главное, что стихотворение. Вот здесь на первый план выходит именно, а сам по себе объект, ну, а застройщик уже как автор идеи проекта. Это, получается, человек покупает не просто квартиру, он покупает бренд какой-то. Это как идти с сумкой Луи Виттон, да, и все видят, что это Луи Виттон. Ну, если уж совсем вот так вот образно говорить. Хорошо, мы сейчас прервемся на рекламу и через пару минут продолжим. 101 PR Так, в эфире 101 PR мы напомним, что в эфире у меня гости Наталья Небова, и мы говорим о маркетинге недвижимости. Наталья, давайте мы с вами обсудим премиальное и бюджетное жилье. Насколько отличается маркетинг вот этих направлений, и отличается ли он вообще? Ну, безусловно, во всяком случае он должен отличаться, да, потому что это два совершенно разных направления, которые имеют абсолютно разные целевые группы. Ну, бюджетное слово у нас заменено на жилье стандарт-класса, да. Безусловно, маркетинг должен здесь формировать, это две разные ветки маркетинга, да, жилье премиум-класса и жилье стандарт-класса. Вот, поэтому здесь абсолютно разные подходы, абсолютно разный набор инструментов, ну, абсолютно разные цены за квадратный метр, и абсолютно разные ценности у людей, которые покупают жилье того или иного класса. Как отличается маркетинг? То есть, что делается для привлечения покупателей стандартной недвижимости, и что делается для покупателей премиальной недвижимости? Ну, здесь общее может быть одно, здесь используются инструменты онлайн и оффлайн, да, просто настройка идет на определенные разные целевые группы, да, разных категорий людей, прежде всего. Вот, ну, и, в общем-то, ну, наверное, все, потому что это разные микрорайоны, это разные технологии строительства, хотя устройство, благоустройство территории может быть одинаково и должно быть одинаково хорошим, потому что мы не делим, да, здесь людей, здесь просто делится классность жилья, да, то есть жилье премиум-класса, это, как правило, жилье, во-первых, невысокой этажности, да, более комфортных планировок, а жилье стандарт-класса, это, как правило, жилье высокой этажности, и это планировочные решения, ну, такие более функциональные, да, при, условно говоря, там, я хочу побольше квадратных метров, но могу на это потратить определенное количество, там, средств, да, вот, ну, и, наверное, механизмы покупки, да, будут немножечко, как бы, другие между премиум и жильем стандарт-класса. Мне вот интересен такой момент, то есть, предположим, у человека есть недвижимость, да, в центре города, у него есть бюджет для того, чтобы купить новую себе квартиру, предположим, побольше или посовременнее, просто поновее дом, он покупает, то есть это о премиальном жилье мы сейчас говорим, он покупает рядом с тем местом, где он жил до этого, либо он выбирает там какие-то новые клёвые жилые комплексы, то есть как у них в голове вот это устроено, мне, я вот хочу вот это узнать. Ну, во-первых, это надо спросить у тех голов, которые желают улучшить свои жилищные условия, но я хочу сказать вот о чём. Безусловно, ну, если я возьмусь, вот как раз я, как потребитель, недавно, вот, ну, сравнительно недавно, да, там, рассматривала покупку там своей новой квартиры, и я сделала покупку новой квартиры, конечно, я рассматривала тот район, в котором мне привычно было жить, быть, да, находиться, потому что там живут мои родители, потому что там живут мои друзья, ну, вот мне это привычно, мне комфортно. Но точно так же среди моих коллег, среди моих друзей есть люди, да, но при этом я, кстати, не называю себя консервативным человеком, я взяла абсолютно такое интересное жильё, сделала очень интересную планировку, да, то есть я абсолютно в этом плане такой новатор, потому что мне самой интересно жить в том, что я продаю, там, продвигаю и так далее, да, вот. И в то же время мои друзья, мои коллеги, которые уехали совершенно другой конец города, потому что увидели совершенно интересный микрорайон, им так комфортно, может быть, это близко к их месту работы, например, да, ну, почему бы нет, потому что мы же, вот я ещё раз говорю, большую часть времени проводим на работе, и зачем там ехать куда-то в другой конец города, когда рядом строится или там построен совершенно хороший, интересный там жилой комплекс, почему бы не попробовать в нём там пожить, или, может быть, знаете, ещё есть такая приверженность к друзьям, опять-таки, к родителям, друзья купили, порекомендовали, нравится район, нравится дом, а вот здесь рядом возводится, и это подкупает, пожалуйста, то есть здесь уже всё зависит от людей, человека. Очень индивидуально получается всё, да. Мне ещё такой момент интересен, а вот покупать, покупка недвижимости, это всё-таки о рациональном или об эмоциональном? Мне кажется, это синтез рационального и эмоционального, потому что весь вопрос, вот, допустим, часто мы учим своих менеджеров, да, как мы можем увеличить чек покупки, даже есть определённые приёмы, да, когда мы сообщаем стоимость, там, квадратного метра или стоимость квартиры, и человек говорит, ну, он, может, не скажет человеку, но у него в глазах, о, дорого, и когда мы говорим, за что, мы человеку объясняем его выгоды, за что, собственно говоря, формируется цена квадратного метра, и когда человек понимает, что это всё войдёт, то есть ему не придёт, то есть когда мы ему вот этот калькулятор выгод предоставляем, в хорошем смысле слова, калькулятор выгод, да, действительно, это получается на самом-то деле не так и дорого, да, то есть там действительно могло бы быть и дороже, но это оптимальная цена, да, или наоборот, когда есть клиент, который ни в какую не соглашается на, там, данные цены квадратного метра, там, не знаю, требуют скидки, это тоже существуют определённые приёмы в продажах, когда ты хорошо человеку предлагаешь более альтернативные варианты, и в итоге он возвращается к первому варианту и убеждает себя. А ещё есть люди, которые, вот, кстати, среди твоих вопросов попался такой, мне, значит, как долго там вот этот цикл покупки длится, вы знаете, на моей памяти были клиенты, которые сначала пришли просто познакомиться с нашей компанией, там, кофейку попить, да, потом мы их встречали на выставках, но они так ничего не выбрали, и потом как-то уже летом, когда мы из шуб перелезли в Панаму, я вновь встречаю в офисе этих людей, знакомые лица, и они говорят, здравствуйте, да вот мы присмотрели наконец-то, а что же вы присмотрели, да вот, и они называют там квартиру в абсолютно популярном районе, да вот мы наконец-то выбрали, то есть покупка и выбор квартиры могут длиться до полугода, то есть человек ходит, присматривается и так далее, но такие покупатели очень ценные, потому что они потом приходят и на вторую покупку. То есть они настолько осознанно делают первую покупку. Абсолютно, да, что они потом возвращаются или возвращают своих друзей, родных, и это тоже очень ценно. Да, я знаю то, что многие строительные компании пытаются или уже это делают, перенимают опыт от федеральных крупных игроков. Скажи свое мнение, насколько опыт федеральных компаний, застройщиков применим в наших региональных реалиях? Ну, надо сказать, что это хорошо, что такой опыт есть, и что федералы задают нам какой-то тон, собственно говоря, мы не позволяем своей душе лениться в этом смысле, да, я про маркетинг опять-таки, да, и это здорово, что мы всегда можем посмотреть, почитать, и так или иначе эти инструменты к нам приходят, пусть с небольшим, я не хочу сказать опозданием, нет, мы должны руку всегда держать на пульсе и понимать, что творится в других регионах. Но мы понимаем, что есть регионы, где, например, люди вкладываются с целью инвестиций, в основном с целью инвестиций, такие крупные наши регионы, да, или там на перспективу, допустим, для своих детей. Переезда на юг, например, да. Например, переезда на юг или переезда, например, детей, обучение детей там в столице, например, да. Это вот как бы одна история. Но мы, как маркетологи, конечно, должны держать руку на пульсе, но мы должны также понимать, что... Я всё время говорю, что наш регион — это особый мир и особые люди, и у нас, как и у любых северных людей, есть свой менталитет. И те инструменты, которые уже там сейчас или со вчерашнего дня работают на федеральном там уровне, да, в крупных городах, они до нашего потребителя ещё как бы они ему не совсем понятны. И к этим инструментам надо не бахать сверху, да, а подводить его вот тихонечко. Тестировать, да. Да, потому что, конечно, мы тоже посещаем всевозможные семинары, вебинары. Очень сейчас много онлайн-обучения, что позволяет действительно быть в курсе всего этого. Но в этом многообразии и мы, как эксперты, да, как маркетологи, должны правильно разбираться для того, чтобы вот, чтобы эта музыка у нас получилась, да, нам надо правильные нотки подобрать из всего многообразия, чтобы это была красивая такая музыка. И вот только в этом смысле, да, мы можем достичь хорошего результата. Но я ещё раз говорю, когда очень часто ко мне звонят там из федеральных, там агентств, ну, в основном это диджитал реклама, это онлайн, да, всевозможный. И говорят, да, вы знаете, это там обалденный инструмент, всё это здорово, но, возможно, сейчас он не сыграет, но мы к нему возвратимся через, там, не знаю, три месяца, через полгода, да. То есть прислушиваться всегда надо к этому, да, но есть определённая стратегия, которой тоже надо придерживаться и, ну, не навредить, а постепенно подводить своего покупателя. Вот тут даже в этой ситуации, возможно, имеет смысл понимать, что вот эти федеральные замашки, скажем так, да, методы продвижения, методы привлечения покупателей, они могут быть применимы в наших реалиях, да, но на определённую аудиторию. То есть это так называемая современная молодёжь, да, которая, она другая, то есть она не такая, как мы с вами, например, да, то есть я уже перестала себя относить к молодёжи, потому что я мыслю по-другому, а они при этом, они вот на такие современные какие-то методы, они могут отреагировать и прийти в компанию. Другой вопрос, что у этой молодёжи пока нет возможности покупать недвижимость, да и непотребности, возможно, нет. Они не хотят, я вам могу сказать по своим студентам, мы очень часто тоже обсуждаем эти темы, когда я им говорю, что я вот в маркетинге недвижимости, и они, я говорю, ну, ребята, это не значит, что мы будем разбирать примеры только вот по недвижимости, и в итоге к ним же, то есть им это интересно, мы в итоге возвращаемся там на наших занятиях к этим примерам, да, из недвижимости, и вот они мне говорят, вы знаете, ну, у нас нет надо сейчас покупать квартиру, потому что сейчас так в мире всё подвижно, я лучше вот сниму, я поживу, я пойму, что я хочу пожить в другом районе, я пойму, что я поживу в другом городе, а к квартире я приду уже тогда, когда я буду не один, когда я буду организовывать свою семью, и это тоже как бы мнение многих, вот, в частности, молодых людей, студентов, да, что один он там в ипотеку не хочет заходить, он, естественно, там со второй половиной, да, что это как-то и не так бьёт по карману, когда всё-таки вдвоём не так страшно ответственность за это нести. Ну вот последние пять лет я замечала тенденцию, что люди говорят, а зачем покупать недвижимость за такие огромные деньги, когда дешевле выходит снимать, но при этом спустя годы эти же самые люди говорят, я стал терять ощущение стабильности, и я боюсь, что если вдруг я заболею, да, то есть это вот возрастные какие-то штуки, я забеременею или ещё что-то, и у меня не будет возможности снимать квартиру, я потеряю работу, и, соответственно, они начинают понимать, что удобнее, спокойнее, наверное, даже, эту квартиру купить, да, ты будешь платить ипотеку, да, но при этом это уже твоя квартира, ты платишь за свою, и под старость-то лет ты останешься со своей недвижимостью. Ну да, тем более, что сейчас выгоднее уже купить свою, чем платить за аренду. Глядя на эти цены, которые предлагает аренда, я согласна. Хорошо, Наталья, а какие СМИ и способы продвижения эффективны в маркетинге недвижимости? Кто-то говорит, что только диджитал, кто-то говорит, что традиционные СМИ эффективны, либо комплекс. Ну, во-первых, всё зависит от задач, конечно же, от тех задач, которые ставятся, да. Есть у компании сильный бренд, и тогда она может уже уйти конкретно на продуктовую линейку и продвигаться, да, и здесь очень хорошо диджитал у нас работает, да. Но мы говорим о том, и даже наши многие очень известные эксперты в маркетинге говорят о том, что не надо забывать про имидж своей компании, не надо забывать про силу бренда, которая может иногда в силу разных причин и ослабляться. Вот, поэтому эту силу надо обязательно поддерживать. В любом случае, даже если вы сильная, стабильная компания, вы уже присутствуете уверенно на рынке, то в любом случае, если мы говорим там годовой, по годовому плану бюджета, надо выделять какое-то время, чтобы работать на свой имидж, на свой сильный бренд. Да, это те инвестиции, которые, может быть, там, ну, вот сразу там не отобьются, но в любом случае в свой бренд надо вкладывать. Ну, здесь разные компании идут разными дорогами. Еще раз говорю, кто-то выделяет определенное время и работает на свой имидж в определенный период времени года, да. Ну, если мы говорим о строительстве, то это может быть, например, лето, там, день строителей и так далее, и так далее, да. Кто-то, наоборот, работу с брендом переносит на конец года и говорит о том, что мы сильные, мы с вами были весь год, дальше еще больше, круче, сильнее. То есть кто-то это приурочит к дню рождения своей компании, да. Но я думаю, что такая статья расходов на имидж должна быть в любом бюджете маркетинга. И даже если мы выходим с каким-то определенным продуктом, да, с каким-то новым там жилым комплексом, объектом, да, мы будем собирать лиды, да, мы пойдем в онлайн, но давайте не будем забывать о том, что прежде чем уйти в онлайн, мы должны охватить, мы должны вот эту волну захвата произвести. Поэтому здесь без оффлайна мы, без качественных, грамотных информационных материалов, которые будут рассказывать, да, без хорошей наружной визуализации, да, которая будет нам кричать с главных улиц или там с проходных путей, ребята, эй, вот это мы, вот это как-то здорово, вот смотрите, какие опции у нашего нового продукта. То есть мы здесь должны поработать в комплексе и на охват, да, и на охват, и на захват лидов. Захват лидов это онлайн, а на охват, да, чтобы, ну, по крайней мере, привлечь интерес тех, у кого пока нет такого желания горячего купить квартиру, но в скорости оно может возникнуть. И в конце концов своим охватом, своим оффлайном мы можем говорить о том, что мы строим город, мы развиваем его, мы продолжаем его там в таком-то направлении, там в западном, в северном, в южном, да. У нас осталось буквально две минутки. Наталья, какие изменения ты предвидишь в маркетинге недвижимости? Давай немножко по вангуем сейчас. Изменения. Об этом сложно, конечно, судить. Это зависит от каждой компании, у кого какая стратегия, кто там чего придерживается. Но изменения не будут происходить в любом случае, еще раз говорю, потому что покупатель становится достаточно избирательным, разборчивым. Покупатель сам как маркетолог. Вы знаете, порой звонят клиенты, и ты думаешь, может быть, это там тайный покупатель, потому что настолько профессиональным языком общаются с тобой покупатели, да, настолько прям такие детали, даже технически они хотят знать, что наши, собственно говоря, там менеджеры, они уже не просто менеджеры, они уже и юристы, и прорабы, да, и маркетологи немножко, то есть такие люди-оркестры. Ну, конечно, я думаю, что в сторону сервиса потянутся изменения однозначно, более такого прям сервиса обслуживания, да, обслуживания качественного, да. Более, возможно, будут, да и невозможно, а точно будут появляться новые инструменты продаж, это однозначно, за которыми мы должны будем следить. Ну и будут появляться какие-то новые идеи, наверное, по выводу нового продукта, по поддержке его на рынке, чтобы он вот был на виду постоянно. Ну, я думаю, наверное, так. Давай вкратце дадим рекомендацию руководителям и маркетологам компаний, то есть что ты прям вот в паре слов порекомендуешь им? В силу своего опыта могу сказать одно, могу посоветовать, порекомендовать, если мы говорим о руководителях строительных компаний, то, наверное, слышать свой маркетинг, потому что, опять-таки, вспоминая предыдущих коллег, которые уже были у тебя на программе, но и порой совершенно не те требования предъявляются к маркетологу, в том числе и к маркетологу в недвижимости. Маркетолог в недвижимости – это как раз врач-терапевт, если мы говорим о моих коллегах, которые были у тебя. То есть ты такой врач общей практики, который уже, зная, владея набором инструментов, будет уже за нужные инструменты хвататься в этом плане. Поэтому я рекомендую всем руководителям все-таки слышать свой маркетинг. Если вы берете специалиста по маркетингу в свою компанию, прежде всего доверять своим специалистам. Раз уж вы берете специалиста, вы понимаете, надо готовым быть довериться ему, услышать его, потому что все хотят продажи во всех сферах, и в недвижимости прежде всего. Так вот продажи сами по себе зависят не от продажников, они зависят от правильного, грамотного, эффективного маркетинга. И человека, которым этим маркетингом управляет. И маркетологам, наверное, ребят, быть смелее, отрываться от земли. Наверное, да, действовать по должностной инструкции, как это принято во многих компаниях, но все-таки отрываться от земли, в хорошем смысле этого слова, потому что если мы будем все время привязаны, то сама по себе идея не придет. А за нами мы локомотивы. Мы должны вести за собой, не тащить, а вести за собой. Ровно, красиво, так, чтобы на наш поезд обращали внимание. Вот, поэтому быть, наверное, смелее. Высыпаться прежде всего, чтобы была всегда ясная голова, которая может всегда грамотно аргументировать свои идеи. Вот, наверное, это главное. Подытожие, друзья, с вами в студии была Дарья Тангел и Наталья Небова. Мы говорили о маркетинге недвижимости. Всего вам самого доброго. До свидания. До свидания. До новых встреч. 101 PR Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok